Девушки отдыхают 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 А в плане какого-то личного скилла, мне кажется, что мы немножко выше. Поэтому я хочу, чтобы мы забрали 2-0, но и проиграть я не боюсь. Поэтому как-то так. Я согласен с этим и не согласен одновременно. Согласен я с тем, что, допустим, на УВК они могут побегать как хотят, поубивать, попробовать на нежданных нас где-то поймать, да. Но если будет какая-нибудь песчанка, у них вряд ли это получится, потому что за ту же атаку нужно очень командно действовать. Если против тебя, грубо говоря, middle и длина поджимается, ты не можешь, какой бы тебе девайс там не был, это дроп или уашка, ты не можешь просто в соло выйти и раздать. Сейчас так не работает. Раньше можно было выйти, когда не умели или плохо стояли при этой тактике, открыто я имею в виду в дефензе. Можно было выйти сейчас, это очень проблематично. Поэтому, ну, мне кажется, только на одной карте они смогут нас удивить, а на второй все сведется только командным действием. И у кого они будут лучше, тот и победит. Ну, это смотря, что они еще начеркают второе, они могут взять ДЦ, они могут взять ДЦ и так же подбегать. Да, и просто бегать нас. Ну да, тут тоже прав. А они, кстати, по-моему, играли ДЦ же с кем-то. Они, по-моему, с Respekt играли. С Attributes, по-моему, они играли. Да, с нами играли. А они же, по-моему, вообще офигенно ДЦ, да? А, они же вас и размотали на допах, да, на ДЦ? Я не помню, там допы или нет были, но они собирали. Да, да, допы были, допы были. Они вас размотали, как сосочек. То есть, да. Поэтому, возможно, да, реально, они в лице пикнулись. Единственное, да, что некомфортно для нас, это неожиданный выбор девайса. То есть, сейчас у них дробовик, и иногда, допустим, фрид с авиком играет. Вот против авика в целом, почему неудобно? Потому что мало практики. То есть, мы играем в браке, только, возможно, АОшки где-то возьмут этот авик. И мы его попытаемся как-то натренить. Все, остальные команды не экспериментируют. И точно так же дробовик, он только у одной команды. Может быть, где-то там в боевых элитных дивизионах, да, там есть топ-дроберы, которые показывают уровень. А у нас-то только это вот. И то во втором кругу появилось, и то мы в браке не играем. Поэтому какие-то особые заготовки нет, мы не делаем. И поэтому нас удивить можно. Но Лео берет дробовик иногда. Ну, Лео – это отдельная тема. Он и авик берет. Он и авик берет, да, но показывать уровень, прям, стопроцентный, он не показывает с него. А Кексик, он, как бы, у него профилирующий девайс, это дробовик. С ним посложнее будет. Ну, Лео – это универсальный солдат, как лапа в свое время, да? Ну, Лео, да. Он универсальный. Насколько по моей информации, которая недавно всплыла, его давным-давно звали воевитеса, воевитесы. Мы не знаем, сто процентов, мы не играли в этой команде тогда. Поэтому, возможно, это действительно правда. Он Лео на достаточно высоком уровне играет. Да что ты смеешься, я не понимаю. Так, хорошо играл. Лео, Лео, он пытается, по крайней мере, быть универсальным бойцом. Он вот именно, мне кажется, его вдохновляет на игру, там, где-то на тренировке, именно Фрид. Вот Фрид, реально, он играет и с Аугом, и с Уашками, и Кимпу может подхватить. Единственный девайс, который я уже давненько не видел в его руках, это дробовик. А так, Виталию, мне кажется, вообще по барабану, с чем катать. И Лео так же пытается сделать, но... Перебью, Макс, перебью, Макс. Давай. Там, оказывается, информация поменялась. Там Лева звали, а не Лео. Я ошибся. Поэтому, мои искренние извинения... Фрид на минималках. Да, да, да. Так что, тут моя ошибочка. Ну, хорошо. Ну, в любом случае, будем надеяться, что борьба здесь будет. И давайте послушаем Вейка, как бывшего игрока команды Вертолет. Господи. Что ты скажешь? Сколько раз можно уже повторять. Ну, ты вообще ушел посередине. То Вейк, то Вертолет сейчас. В общем, присоединяюсь к словам своих сегодняшних добрых аналитиков. Аналитикам, в общем, присоединяюсь. Вот. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что раз сегодня вот такой вот праздник, что Вейвиктесы договорились с вертолетами насчет 7 пиков карт, я думаю, что... Ну, раз уже первая карта известна, что в ВВГ будет, да, они смогут нам удивить. Там, во-первых, дробовик есть, кекс, и он у нас неплохо играет. Особенно по-любому будет на винтах стоять, там подожмет, что сделает. Ну, он своеобразный игрок, который сможет и на неждание выйти и удивить соперника. Вот. Но можно сегодня надеяться на то, что если сегодня все 5 игроков команды Вертолет скушают какую-нибудь там конфетку волшебную, и у них будет у всех стабильная стрельба сегодня на матче с Вейвиктесами, то они смогут показать зубы спокойно. Но если там у них кто-то будет выключаться и так далее, то не знаю, потому что команда Вейвиктес, то есть это стабильные игроки, которые всегда могут включаться в определенный момент, когда им это нужно. Вот. Ну, я думаю, что будет 2-0 за Вейвиктесами. Это... Ну, потому что они и в плане стрельбы чуть-чуть, может, повыше команды Вертолет, и в плане опыта, ну, скорее всего, даже, наверное, на голову повыше их будет, потому что они смогут на ровном месте придумать что-нибудь и сделать это. Ну, какую-нибудь тактику. Вот. В общем, ставлю 2-0. Вот если будет первая карта ВВГ, на ВВГ, возможно, будет плотный счет. А вторая карта пока неизвестна. Известна. Известна какая? Да, вторая карта ДЦ. ДЦ, окей. Вот. Ну, вторая карта ДЦ, вот там точно они смогут поджимать все в дефе, как это было против нас на игре. Но я думаю, что команда Вейвиктес сможет законтать это. У нас одна из самых слабых карт – это ДЦ. Отлично. Будет весело сегодня. Серьезно. Ну, и третий пункт, почему я хочу, чтобы Вейвиктес сегодня выиграли 2-0, потому что это будет полезно моей команде. А, то есть ты даже свою выгоду ищешь. Да, наркантильный человек. Ну, ты знаешь, тут своя выгода. А, то есть ты не переживаешь за вертолетов, то есть они тебя как бы приютили, дали кровь, там... Никто меня не приютил. Еды, воды, а ты типа нож в спину. Никто... Почему нож в спину нет? Ну, нож в спину получается. Я с ними общаюсь так же, как и... Ну, получается нож в спину, да? Так же хорошо, как и с вами. Почему вашу спину? Нет, не в чью спину. Все, все. Пошло, пошло. Я накажусь на нейтральной стороне на данный момент. Но болей за своих. И чтобы они проиграли. За кого я болею? За кого я не болею. Атрибутцев и молишься, чтобы они проиграли в мучениях вертолетов. Почему атрибутцы, не понял. Нет, ты болеешь за атрибутс и желаешь вертолетам проиграть в мучениях. Я тебе... Ну, правильно понимаю? Ты мне не дал договорить. Я сказал, что это будет мне плюс, но даже если вы проиграете, это ничего страшного не будет, потому что... Ну, если вы проиграете, это будет чуть-чуть сложнее верти в топ-4. Вот и все. Потому что вертолеты уже начинают догонять по турнирной сетке. Ну, ладно. Ты мне грамотно расписал, ладно. Не получилось. Не получилось забайтить. В общем, ставка соловик, тыс 2-0. Все. Хорошо. Принято. Ну, что ж. С этим матчем, в принципе, все понятно. Ставки приняты. Уже менять их никто не может. Так что, парни, кто пролетает, с того сотня всем игрокам ПБ на донат. Все. Не плохо. Поехали. Ну, что ж. Врываемся на второй матч. X-Fresh против команды Five Elements. Да, кстати, сразу же небольшой подпункт, так сказать. Возможно, это будет второй матч. Но пока что там решается либо сегодня два матча, либо три. Но мы не можем задерживать для вас выпуск аналитики. В соответствии, пока что только два точных матча на сегодня. И третий, если что, мы в посту подпишем, кто играет. И примерный свой прогноз опишем. Ну, и X-Fresh против Five Elements. X-Fresh в последнее время прибавили довольно неплохо. Опять же, с приходом кову это обсуждалось сотню раз. Игроки команды Five Elements довольно неплохо чувствуют карту. Видят своего соперника. Есть свои наработки. Но, опять же, если они придут всем своим составом полным. Допустим, там, Стиви, Мао Цзэдун, Тимоха, 505. Кстати, вот 505, я не знаю, он сегодня не успел с нами принять участие в аналитике. Не знаю, будет ли он на официальном матче. Но, тем не менее, нужен основной костяк команды Five Elements. Желательно, чтобы был Стиви. Стиви выполняет огромную часть работы у своей команды. И парни в основном строят свою атаку от него. Да, в обороне у него есть грамотные саппорты всегда под позициями. Но, тем не менее, в атаке будет тяжело, мне кажется, без Стивоса. Опять же, какие карты парни напикают. Если опять попытаются сыграть Миттаун, то, мне кажется, Икс Фрэши там смогут дать жару. И, в принципе, попытаться вывести на 1-1. Если будут допы и такие затяжные допы не по одной серии, то, мне кажется, в этой, опять же, эмоциональной такой напряженке игроки команды Икс Фрэш могут провалиться. Что вы думаете, ребят? Давайте с Никиты начнем. Ну, если Five Elements придут сегодня в основном составе, то я думаю, что они могут и выиграть этот матч. Но Икс Фрэши сейчас просто прутся, как по мне. То есть они очень хорошо сыграли с АОшками, проиграли свой Миттаун. То есть они должны были его забирать. Они выиграли Миттаун. Они выиграли Песчанку, проиграли Мит на допах. Да? Ага. А, может, я что-то путаю. Может, да-да-да, может быть. И, ну, я веду к тому, что Икс Фрэши просто сейчас все получается. То есть, ну, они на каком-то кураже просто могут продолжать так играть, пока они не проиграют кому-то 2-0. Когда они проиграют кому-то 2-0, они тельтанут. И у них пойдет спад. Ну, это я так считаю. По поводу карт, которые они, может, будут играть, мне кажется, будет Песчанка по-любому. Ну, она удобна и Икс Фрэши, и FF Элементс. Ну, и там какой-то Миттаун, например, или ДЦ. Но вот по поводу игры, как бы, Стиви. Я играл с ним очень давно в одном составе вместе, и у Стивена Миттауне очень хорошо получалось играть с АВП в атаке, а в дефе не получалось. У него сейчас то же самое наблюдается, и мы на тот момент пришли к тому, что он будет играть, там, деф с Аугом Миттауна. Ну, как бы, странно бы это не казалось, типа, снайпер, деф, изи убивать, но у него не получалось вообще играть. И вот, даже взять его матчи против нас, атаку он убивает, деф он не убивает. Но это от карты тоже зависит. Поэтому, если просто FF Элементс захотят, и будет основная их пятерка, то, я думаю, они могут выиграть. Ну, я ставлю на то, что это будет 1-1, даже если FF Элементс с заменой придут, то 1-1 они тоже смогут сыграть. Поэтому моя ставка 1-1, опять-таки. Я согласен с тем, что АВП от Стиви в последнее время вообще не работает. Сколько бы он ее ни брал, он какие-то фраги находит, но этого недостаточно для того, чтобы команда выиграла. И когда он берет лажки, он гораздо больше импакта вносит, чем с АВП. Поэтому, мне кажется, сколько бы я не верил в X-Fresh, да, сколько я их списывал с существов, в этом противостоянии они закроют FF Элементов 2-0. Возможно, будет это на допах, возможно, нет, не скажу, но мне кажется, будет 2-0. Что-то типа дефолтного ДЦ, скорее всего, песчанка, либо ВВГ. Мне кажется, все-таки они чертнут такие какие-то более мапы под АВП, что-то типа МИДА. Вот, неизвестно, кстати, еще играют они прованс или нет. Я думаю, что все-таки нет. Они, мне кажется, не так много тренятся, чтобы разобрать эту карту и играть на нормальном уровне. Вот, поэтому, не знаю, что-то у меня какая-то чуйка по поводу команды X-Fresh, что она сегодня должна победить. И да, как говорил Sweet, она реально сейчас прется. Они на каком-то подъеме, возможно, из-за замены, которую они сделали. Не знаю, правда, может, уверенность она прибавила какую-то. Но по факту, да, мы не можем отрицать того, что у них там очень много поражений. Там, по-моему, одна или две победы всего, по-моему, даже одна. Очень много поражений, но при этом они показывают реально нормальную игру. Этого тоже отрицать нельзя. И команда Five Elements – это не та команда, которая их переедет или как-то на морально-волевых их сломит. Это не та команда. Это команда Mix, которая непонятным составом играет постоянно и удивляет только за счет каких-то индивидуальностей, там, того же Стивиса Ашками. Я, кстати, заметил то, что люди, которые никогда не играли с ОА, они очень хорошо попадают, когда берут эти девайсы. То есть они, конечно, на дистанции все равно будут проседать, потому что они родной девайс. Но по факту, да, точечные какие-то там карты в ДЦ, например, у Стиви реально заходят. Если они будут играть какие-то совсем дефолты типа ВВГ и ДЦ, то Стиви может пропереться. Но даже в этом случае, даже в этом случае, этого будет недостаточно X-Rash. Мне кажется, сейчас выглядит намного свежее. Поэтому 2-0. Хорошо. Ну да, я согласен, что сейчас парни на подъеме находятся. В принципе, я уже здесь в общих чертах выразил свое мнение по этому матчу. Остается нам с вами только ожидать этого матча. Ну и послушать сейчас Вейкича. Вейкич, что ты скажешь? Да, я согласен, но вот есть такие команды, их в основном немного, но вот за X-Rash в основном наблюдается та команда, которая начинает разгоняться, умеет разгоняться. Просто вот у них начало сезона, все, поражение, поражение, поражение. Потом они как-то собираются с мыслями, там может быть какая-нибудь заменка у них там в составе происходит. Или вот что-то, какой-то им пинок под зад дается, и команда сразу же начинает выигрывать. Вот просто вот сейчас пришел к Ову, игрок, как по мне, игрок морали. Вот человек эмоциональный, вот я с ним пару раз там пересекался, общался. Человек такой добрый, по-любому он как бы настраивает команду только на победы. И в каких-то сложных ситуациях в раундах, когда кто-нибудь льтует, он подбадривает. Вот, и команда вот X-Fresh, она все-таки разогналась вновь, что и в прошлом сезоне. У них тоже все в начале было плохо. Они потом начинали составлять конкуренцию практически всем командам, что и сейчас. То же самое. 5 Elements, не знаю, такая команда, вот раньше, когда они чуть на лан не вышли, вот тогда они очень на своем пике были. И сейчас, не знаю, команда, скорее всего, перегорела. Стиви уже особо не сильно дает какой-то импакт, как раньше он давал, ну, команде 5 Elements. Поэтому я все-таки считаю, что 2-0 сегодня за X-Fresh'ами. Насчет карт. Ну, вот как Томас уже говорил, что 5 Elements, скорее всего, вычеркнут те карты, где АВИК может мобильно передвигаться за деф и за атаку. Скорее всего, не думаю, что будет мид, не думаю, что будет какая-нибудь песчанка. Ну, кстати, песчанка, возможно, будет. Вот. Насчет мида точно думаю, что его не будет. И насчет щитов. Ну, не знаю, скорее всего, если X-Fresh'ы заберут первую, то вторую они просто уже задавят соперника, потому что они будут на плюс морали. Вот. Ставлю 2-0 на X-Fresh. Главное, чтобы в чатике поднимали щиты за X-Fresh'ы и, как бы, они выиграют. Согласен. Ну, я вот хотел бы добавить по поводу, ну, вот вы все так говорите, пришел к Кову. Нет, я не говорил, я не говорил. Нет, нет. Что именно Кову? Чейв хайп пришел к Кову. Хайп, хайп. Команда начала выигрывать и начала всех побеждать. Потому что Кову там классно играет. Это дело случая. Вот яркий пример, например, Вейк. Он пришел в команду Атрибутс, они проиграли два матча. И что, это замена плохая? Или вот пришел Тату в вертолет, они забрали картошек. Так что, это дело в Тату, как бы? Нет, дело в команде. Да, то есть X-Fresh'ы сами по себе, как бы, нормально могут играть. Просто они очень тильтованные ребята в связи со своим, ну, возрастом некоторых игроков. То есть они начинают ругаться между собой, чего, например, нет в моей команде. Потому что, ну, у нас опыта побольше. Это неправда. Поэтому я не говорю, что Кову плохо играет. Просто и сейчас X-Fresh'ы прутся. Вот, я не знаю, можете там записать себе где-то. Вот они проиграют кому-то 2-0. И они начнут опять проигрывать. По поводу вот прошлого сезона. Они выносили весь первый круг, весь второй круг. Они выиграли АОшек тогда. То есть у них все классно было. Но они там заняли, по-моему, третье или четвертое место. Но в итоге, что, они проиграли шестому месту. И по итогу заняли же это шестое место. Хотя они очень легко его отдали. То есть вообще изи. Четыре поднимали. Да, счеты не поднимали. Поэтому тут как бы дело случая. Я не знаю. Ну, будем смотреть. Я думаю, здесь запомнится твои слова. То, что после поражения 2-0 парни должны будут... Ну, не то, что должны, а возможно. Они уйдут в этот тильт. И я думаю, мы потом пересмотрим эту аналитику. И сможем подтвердить, так это или нет. Возможно, сегодня как раз таки команда 5-Element сможет оформить эти 2-0. Но пока что наши предикшены на этот матч вы уже услышали. Дорогие друзья, сейчас я быстро отчекну информацию по 3-му матчу. Была ли такая? Так, пока что по 3-му матчу информации нет. Точного ответа от игроков команд также нет. Кто будет играть, кто нет. Так что 2 матча мы проанализировали. Как только будет информация по 3-му, мы допишем. Если что, постом в группе и наш предикшен, так сказать, выставим. От всех трех наших аналитиков. И от меня плюсом как от ведущего. Так что, дорогие друзья, условия остаются прежними. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не нравится. И пишите в комментарии, что вам не нравится. Чтобы мы улучшали свой контент для вас, дорогие друзья. Парни, если есть, привет и передавайте. И будем заканчивать. Привет, Вейку. Привет, Вейку. Все, да. Привет, Вейку. Вейку, привет. Спасибо. Братишки мои, чтобы все нормально было. Да, спасибо. Так, в общем, у меня привет в своей группе аналитиков сегодняшней. Вот, привет Кириллу Ляликову, Рензе. И привет Даниэлю Янгу. Вот так вот. Ну, сегодня поразнообразнее как-то от тебя было. Заказали приветики, кассу срубил. Все нормально, все зашибись. Карман полон. Это самое главное, это самое главное. Ну что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Да, кстати, сегодня у нас воскресенье. Это последний игровой день недели. Потом понедельник, вторник у нас будут выходные. Там будут выходить хатэ на игровой неделе. Будут выходить видеоновости. Так что чекайте. Аналитики в это время не будет. Она опять же стартанет со среды по воскресенье. Всем спасибо за просмотры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok